сейчас в работе нас по-настоящему достойный автомобиль о котором можно снять хорошее крутое видео снимать будем именно эту машину рассказывать буду я вам про услугу detailing полировка и защита керамикой на самом деле эта машина уже была у нас в работе она была в работе 23 апреля 2015 года делали мы ее еще на филях сейчас эта машина приехала на коррекции делать мы ее будем абсолютно бесплатно потому что хозяина этого автомобиля уже наш друг и в один прекрасный момент когда мы искали помещение под новую студию под вот эту студию чтобы расшириться я делал пост в инстаграме что тот кто поможет найти помещение тот от меня получит бесплатно керамику и этим человеком оказался хозяин этого автомобиля то есть этот же руслан а сейчас руслан выбрал время и пригнал нам эту машину для того чтобы мы ему отдали свой долг который ему обещали а поскольку машина нереально крутая мы решили еще по ней записать это чудесное видео а вы знаете чем отличается detailing полировка от обычной полировки которые делают в гаражах обычная полировка это всего-то навсего несколько процессов один а то и два а detailing полировка это более 20 процессов о которых я вам хочу в этом видео рассказать и буду стараться все сделать подробно чтобы каждый человек понял как сделать такую машину как чем в какой последователь и так далее я понимаю что ролик будет не коротким достаточно длинным но он будет интересным его смогут посмотреть как клиенты так и деталеры информация имеет свою ценность в этом видео поэтому усаживайтесь на своих диванах креслах стульях поудобней и приятного вам просмотра мы начинаем машину мы уже помыли помыли без вас по поводу мойки расскажем в следующих видео отдельно снимем хорошее качественное видео где вся будет представлена информация о мойке а так как у нас сейчас очень много работы и большая загрузка мы уже эту машину вымыли вчера а сегодня вот как раз будем снимать уже непосредственно самые главные и важные работы первый этап это авто скраб в авто скрабе применяется либо специальная варежка ее называет либо круг и первый и второй момент работы достаточно хорошо все это дело смачивается специальным лубрикантом и определенными движениями убирается всякого рода грязь загрязнения крапления и так дальше с поверхности лкп процесс простой сможет сделать даже школьник скорее всего автомобиль где-то гонял очень быстро очень сильно где-то очень мощно оттормаживал и все эти раскаленные частицы от тормозных колодок и дисков все это прилипло на кузов глина убирает гораздо лучше нежели авто скраб скотчем маскируем все те элементы которые можно повредить во время полировки скотч используем разные самый частый вопрос почему мы используем синий скотч красный или коричневый мы используем тот скотч который есть в наличии обязательно еще раз повторюсь обязательно на всю машину промерить толщиномером потому что есть так называемые гаражные полировщики это те которые любят орудовать мехом и грубым инструментом макита и какими-то разными резаками наждачкой так дальше после таких ребят машины делать очень сложно очень часто они вышкуривать в ноль и делает последнюю полировку на этой машине и все больше за таких полировок сделать невозможно для того чтобы не попасть в такую так называемую пи 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 надо всю машину замерить и посмотреть какое количество лака если толщина лака позволяет дальше полировать мы беремся за такую работу если нет к сожалению мы такую машину отдаем обратно хозяину и говорим что он совершил огромную глупость когда поехал полировать машину в гараж микроскоп микроскоп это вообще удивительная удивительная штука ребята рекомендую всем купить стоит 5 долларов покупаете за 5 долларов очень удобно любой спорный момент царапина скол ссадина потертость непонятно там пробили лак не пробили лак все можно посмотреть под микроскопом увеличивает шикарно видно полностью все строение где заканчивается царапина какой глубины что с ней можно сделать просто идеальная штука рекомендуем у каждого детейлера должна быть такая вещица за 5 долларов на вооружении обязательно купите использование увеличительного стекла в детейлинге напишите в комментариях мы на самом деле его используем или мы просто балуемся очень интересно ваше мнение а мы в комментариях потом вам напишем на самом деле для чего мы его используем но это постоянный спор это постоянно спорили вот сколько я занимаюсь этой полировкой детейлингом а я этим уже занимаюсь полировкой более 13 лет а детейлингом последних четыре года это постоянно все спорили рупис или макита одни говорят все профессионалы если ты профессионал, ты должен полировать макитой, мехом, точить, резать, пилить, срезать. Если ты полируешь рупесом, особенно зеленым игрушком, ты ничего не умеешь, ничего не знаешь. Да прошу заметить, вся Европа и Америка работают рупесом. Практически 80% работают рупесом. А почему? Не задаваясь этим вопросом. Задайтесь, посмотрите, почитайте. Мы в свою очередь работаем рупесом, потому что лака снимает меньше. Иногда получается в один проход сделать машину, а макитой вы не сделаете в один проход. Голограмму всегда надо делать, а рупесом очень часто можно. Тем более, есть сейчас огромное количество кругов на рупес, которые заменяют мех. И мы делали тесты, мы делали замеры. Производительность рупеса гораздо выше, нежели меха. Скорость выше, расходка материалов ниже. То есть это наш выбор, мы ни в коем случае никого не осуждаем. Мы нигде не пишем, что те, кто работают макитой, они дилетанты, или они сверх профессионалы, или они гаражники старой закалки тремовской. Нет, это ваша задача. Чем хотите, тем работайте. Мы выбрали рупес, и бизнес мы строим на рупесе. И сейчас, в ближайшем будущем, выходит новая машинка, и по нашему мнению, что она многие вопросы закроет, и мех уже в скором будущем совсем не понадобится. А макита тем более. Опять же таки, у нас свои технологии и свои технические карты, которые мы выработали временем, профессионализмом и большим количеством сделанных машин. После полировки мы не моем машины, как это делают многие. Мы все машины тщательно продуваем, резинки все сначала вычищаем спиртом, потом обрабатываем специальными составами. Все проемы, все проемы, все щели, все труднодоступные места вручную и заново прочищается, промывается, продувается. По нашим наблюдениям и по нашим замерам, это гораздо быстрее, гораздо интереснее и гораздо безопаснее, нежели передвигать машину, мыть ее, потом сушить, потом вытирать, потом ждать, пока высохнет вода со всех щелей, которая будет мешать в последующем наносить защитные составы. Мы делаем так, попробуйте и вы, может у вас точно так же будет получаться, как у нас. Процесс обезжиривания очень прост. Мы используем спирт в определенной концентрации с водой, для того, чтобы убрать весь силикон и все мысла и точно контролировать поверхность на наличии голограмм. Но, насколько я слышал, что сейчас появляется новая полировальная система, которая позволяет в режиме онлайн во время полировки точно контролировать поверхность, которую вы сейчас полируете. На этой поверхности видно все, голограммы, риски, царапины, недополированные и так далее. Говорят, что это очень удобно и это очень комфортно. В данный момент мы и тестируем. Думаем, что в скором времени о ней мы вам расскажем. Рупис Айбрид это вообще подарок для детейлера. Можно ручки целовать тому, кто его придумал. Он просто делает чудеса. Все трудодоступные места, все то, куда раньше мы не могли достать, это все сейчас можно сделать с помощью Руписа. А вы, дорогой клиент, если вы приезжаете на полировку, на детеллинг в какое-то место, вы спросите, а есть ли у вас Рупис Айбрид? Если Рупис Айбрид у вас нет, соответственно, не оставляйте там машину. Есть большая вероятность того, что многие места у вас останутся недополированные, потому что без этой машинки их отполировать крайне сложно. Полировка под ручками. Тут-то, конечно же, есть сверхвысоковеликие, большие, огромные, мегапупер профессионалы, которые всегда говорят, что надо все везде разбирать. Снимать ручки, снимать шельдики, снимать решетки, снимать капоты, крылья, бампера и так дальше, чтобы все отполировать. Даже некоторые мастера говорят, надо снимать обшивки, торпеда, пол, потолок, чтобы все вычистить. Потому что что же вы чистите сверху, а как же грязь внутри? Говорят, что надо бак снимать, там внутри тоже все отполировать, натереть, чтобы блестело все. Но они могут делать так, как они говорят и так, как они считают нужным. Мы, соответственно, делаем следующим образом. Если машина приезжает на полировку, мы стараемся по минимуму что-то разбирать. А всякими разными способами и всякими разными приспособлениями и новомодными инструментами все это дело сделать, чтобы все оставалось как с завода. И в данном случае, сейчас мы используем специальную насадку. С ее помощью мы полируем пространство под ручками. Результат, скажем так, на хорошую четверочку. Если разобрать ручки, можно сделать на твердую пятерочку. Но разбор это дополнительное время, это риск, это страх и так дальше. Но тут каждому свое. Самое интересное и самое классное, самое красивое, это нано-защита, это нано-составы, это керамика, это жидкое стекло и так далее. Это кварцевые покрытия. Данный крутой автомобиль, шикарный автомобиль, потрясающий автомобиль мы будем покрывать керамикой. Этой же самой керамикой он и был покрыт несколько лет назад. Сейчас мы произведем коррекцию и заново покроем. Что же такое керамика, спросите вы? Керамика это керамические тормоза? Керамика это керамическая чашка? Или это посуда? Или это плитка керамическая? Просто кто-то когда-то придумал назвать этот состав керамикой. Вот и все. Имеет ли какую-то он сверх жесткость? Нет, не имеет. Та же самая керамика защищает от сколов? Нет, не защищает от сколов? От царапин? Да, частично. А что же такое керамика? Друзья, керамика это потрясающий блеск. Это супер гидрофоб. Это презентабельный внешний вид вашего автомобиля. Это супер, мегапупер современный состав, которым покрыт ваш автомобиль. Он всегда остается нарядным, блестящим. Его видно из толпы, когда он едет. Видно, как он отражает лучи ночного города. Видно, как он просто машине придает просто космический блеск. Это и есть керамика. Царапается ли машина от керамики? Конечно же царапается, просто чуть меньше. Дает ли он какие-то... Многие спорят слои. Кто-то говорит, что 10 слоев бессмысленно класть. Кто-то говорит 5, кто-то 1, кто-то 2. Споров будет много. Мы всегда, как профессионалы, свое дело отталкиваемся от производителей. Если производители рекомендуют наносить слойность, мы ее наносим. Если производитель не рекомендует наносить, мы не наносим, потому что, на наш взгляд, производитель знает гораздо больше, нежели просто обычные полировщики либо гаражники, которые работают в гараже и думают, что они знают больше институтов и тех документов, которые большие компании получали, когда этот состав приводили на рынок поэтому мы отталкиваемся от мнений специалистов но все равно керамика это конечно же красиво у меня даже мой автомобиль обработан керамикой я уже несколько раз делал коррекции я понимаю что она того стоит что блеск но просто но ничего нельзя спутать с машиной которая обработана специальным хорошим наносоставом это это все знают это сотни клиентов которые приезжали на коррекции вновь и это постоянный оборот клиентов в этом бизнесе которые довольны которые рекомендуют друг другу данную услугу и до хороший состав качественный он стоит денег вот если вы видите стоимость 50000 рублей детальник полировки с керамикой будьте уверены потому что в 95 случаях вам сделать хорошим настоящим крутым составом если вы видите керамику за 15 тысяч рублей 75 процентов а то и 80 процентов вероятность там просто обман вам на труд каким-то обычным воском и выдадут это за керамикой поэтому вы также еще и правильно выбирайте места в которых вы будете делать свою машину и не забывайте керамика это всегда круто а а а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В этом видео конкурса не будет Потому что по последнему видео Мы не закрыли вопрос А как вы знаете мы привыкли закрывать Вопросы и обещания которые были даны В прошлом видео это видео с желтой Ferrari Я говорил что тот человек Который напишет Самый яркий и крутой комментарий На тему детейлинга получит от меня набор По уходу за автомобилем Классный и крутой набор который стоит того Чтобы его получить Но получилось следующее Комментарии то вы написали 60 штук вы их написали Этих же самых комментариев Но только надо их лайкать Друг другом То есть вы заходите в комментарии Вот допустим вам нравится Вот комментарии опа опа И вам надо поставить лайк Соответственно чем больше лайков Соберет комментариев Тот человек и победит Потому что сейчас я не могу Выбрать победителя Каждый человек должен зайти И друг друга лайкнуть в комментариях Тогда я смогу выбрать победителя Пока вы этого не сделаете Победителя просто нет И в этом видео давать новый какой-то конкурс Либо розыгрыш Это просто ну Бессмысленно Зачем делать если мы еще Прошлые взаимоотношения не выполнили Поэтому возвращаемся к видео с желтой Ferrari Лайкаем и все И выбираем победителя вместе А в следующем видео будет новый конкурс Который мы сделаем Чтобы вы могли победить И получить что-то от нас в подарок Спасибо большое за внимание До новых встреч Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин